Народ, всем здорова, Саныч на связи, я вас всех рад приветствовать у себя на канале. Сегодня хочу обсудить момент, вопрос такой, несколько вопросов в личку мне проскользнуло, и несколько моментов было в комментариях, когда люди спрашивают, как ты смотришь на свадьбу с филиппинкой, то есть, ну, жизнь с филиппинкой, взять ее в жены, то есть, ну и тому подобное. Сразу хочу ответить за себя, ребята, никакую нацию я не рассматриваю, никакую нацию женщин я не рассматриваю, как свою жену, даже как свою сожительницу, там, филиппинка, это русская, украинка, американка, там, я не знаю, или, да, любая вообще нация, я не рассматриваю ни одну из них, как свою избранницу, свою спутницу по жизни, мне это не нужно, я абсолютно противник ЗАГСа, абсолютно противник свадьбы, каких-то очень серьезных отношений, сожительствования и прочей лабуды, мне это не нужно, и этого делать я никого никогда не буду. Дальше. Кому это будет больше подходить, кому это подойдет больше по его образу жизни? Конечно же, это подойдет. Почему вообще именно филиппинок рассматривают в качестве жены не русскую? То есть, допустим, если мужчина проживает в России, ну, условно скажем, в России, вот, почему начали так западать на филиппинах, потому что они более покладистые, они более, возможно, уважают мужчин, как-то более смиренные, они слушают, слушаются мужчин, вот. Конечно, мужчинам более патриархального склада это будет как бы на руку, то есть, они будут от этого кайфовать, но я вижу в этом также и минусы некоторые. Во-первых, рассмотрим два варианта, то есть, когда мужчина уезжает туда на филиппины, искать себе жену и там остается жить, и когда он едет туда, либо же просто зазывает себе какую-то оттуда невесту, вот, и они проживают здесь, в России, либо же на какой-то там нейтральной территории, там, скажем, в Америке или еще где-нибудь. Во-первых, ребята, это все не так просто. Здесь нужны бабки, бабки немаленькие. Даже если вы хотите поехать просто на филиппины, поискать себе невесту, вам нужны деньги, ребят, и я так мягко скажу, если вы просто приедете и скажете, слышишь, чуиха, поехали со мной, ну, я ее перефразирую в человеческий нормальный сленг, точнее, язык, она с вами не поедет, то есть, ее нужно убедить, чтобы она с вами поехала. То есть, просто ты приехал такой красивый голодранец, с голой жопой, и скажешь, поехали ко мне в Россию, там тоже будешь ты мне там жопу подмывать, слышишь, жить в какой-нибудь старой разбитой хрущевке, или, я не знаю, там где-то в каком-то мухосранске, без денег будешь на мою зарплату с завода на 15 тысяч жить, она такая, слышишь, иди ты нахер, я здесь так же живу, зачем мне ехать-то куда-то, вот, вот мои, филиппинцы бегают, такие же с голыми жопами мужики, и я буду для этого ехать в Россию? Вы нужны, это, мое чистое мнение, это чистый расчет чистой воды, просто голодранцы у них там, и голодранцы в России немножко отличаются, то есть, там на Филиппинах, естественно, там нищета, ну, в большинстве, это есть, конечно, зажиточные люди, но в большинстве своем там нищета, и даже те мужчины, которые в России, в принципе, считаются нищебродами, голодранцами, там они на Филиппинах со своими деньгами, в принципе, очень даже неплохо себя и чувствуют, вот, и поэтому, как бы, такой диссонанс создался, что наши мужчины могут, вот, взять Филиппины, из Филиппинок себе, или, там, из каких-то там близлежащих островов, островов, либо же, там, стран подобных женщин, вот, в любом случае нужно ее заинтересовать, во-вторых, это первый момент, во-вторых, это же чистый воды расчет, если ты, если даже она послушна, если она даже покладистая, она там тебе во всем слушается, она тебе помогает, там, она умница-хозяйка, там, и тому подобное, вот, я-то все равно буду понимать, что она поехала со мной не из-за большой любви, но, какой процент того, что вы туда приедете, на эти Филиппины, найдете там из, ну, насколько я ознакомился с этими материалами, то есть, я несколько видео пересмотрел в Ютубе, там, почитал информацию в интернете, то есть, они, вроде бы, как активно, очень активно знакомятся, и они прям ждут русских мужчин, чтобы, вот, познакомиться, чтобы создать какие-то отношения, блин, ну, понятное дело, что она хочет просто уехать из этой жопы, из этой нищеты всей своей, просто так вот любить русских мужчин, за что они будут любить? Неужели на Филиппинах нет таких же галадранцев, как и у нас? Они такие же. Почему именно русских? Вот таким вопросом мы не задавались. В любом случае, она хочет уехать с этой жопы, вот, и, возможно, не думая, что в России будет лучше жить. Дальше, дальше, момент такой еще. На Филиппинах, в принципе, те филиппинки, которые хотят оттуда уехать, окружение у них какое, нищебродское, то есть, такие же филиппинки, такие же филиппинцы, то есть, технический прогресс у них, в принципе, довольно-таки хромает. Ей не на что посмотреть, у нее нет окружения филиппинок, либо даже там других каких-то наций, неважно, ей не на что посмотреть, у них нет дорогих машин, в ее окружении имею в виду, нет дорогих домов, нет такого изобилия одежды, продуктов, и прочей этой всей хрени. Она приедет в Россию, она на это все посмотрит, то есть, она почему рвется в Россию, то есть, возможно, потому что, думает, что там, а там, в принципе, лучше-то и будет, там будет изобилие всего вот этого вот ширпотреба, которые, ну, вы знаете, о чем я говорю, то есть, это супермаркет, это бутики, вся эта хрена, ну, конечно, в зависимости от того, где кто живет, от какой точки страны. Вот, она туда приедет, то есть, она приедет, такая вот вся покладистая, вся такая вот смиренная, она будет вас слушаться, она поживет там, ну, пускай там, грубо говоря, годик, она посмотрит, у нее по-любому какие-то заведутся знакомства, она же не будет сидеть как в заточении, как в темнице какой-то, у нее зайдутся какие-то подружки, возможно, там, в интернете, либо же так, в окружении своем, вот, она посмотрит на то все изобилие, которое вокруг нее, то есть, супермаркеты, бутики, ювелирки, машины дорогие ездят, и бабы-то у нас в России-то тоже, я, вы, вы, выйдите на дорогу, посмотрите, 50% водителей-то женщины, она на это все посмотрит, какие женщины ходят ухоженные, накрашенные, в украшениях, на машинах дорогих, ну, у кого какие машины, неважно, вот, ходят в кафе, там, в клубы, в рестораны, ей тоже этого захочется, ребята, я не верю в существование ни таких женщин, как бы вы меня не убеждали, их нет ни таких, они меркательны все, только в разных степенях, и она это все увидит, ей тоже этого всего захочется, у нее мировоззрение поменяется очень сильно, к хорошему очень быстро привыкают, как-то так, дальше, если вы собрались продать, ну, просто проскочил такой вопрос, в комментариях, я не помню, либо же в личных сообщениях, каким образом туда уехать, допустим, чтобы и покинуть эту страну, допустим, условную Россию, вот, чтобы спетлять из России, и там поджениться, там, на какой-то Филиппинке, естественно, у нее ничего не будет, тебе нужно купить там какое-то жилье, либо же снимать его как-то, ну, вот, решать какие-то такие вот вопросы, жилищные, транспортные, там, трудоустройство, и тому подобное, то есть, естественно, на, даже не на первых порах, а на протяжении всей там жизни, вам нужны будут деньги, деньги не маленькие, да, там, в принципе, ну, смотрел, так ознакомливался, не очень прям дорогое жилье стоит, в принципе, с нашими мегаполисами, там, Москва, Питер, и такие большие областные центры, там, Нижний Новгород, пускай там Казань, дешевле, конечно, там жилье стоит, в разы дешевле, но, тем не менее, прозвучал такой вопрос, если все продать здесь, и купить что-то там, вне факт, что, хорошо, вы продаете все, допустим, вы продаете жилье, квартиру, продаете машину, уходите с работы, уезжаете туда, начинайте там поиски какой-то жены себе, даже там купили какую-то себе халупу, трущобу, окей, где гарантия того, что у вас там все пойдет, ну, так, как нужно, что вы там в первую очередь приработаетесь, там, вам нужна в любом случае работа, вот, если у вас нет какого-то дополнительного заработка, который вам приходит из нее, ну, допустим, ту же квартиру сдавать, какой-то там доход с интернета, возможно, ну, фиг его, какие-то левые источники дохода, дополнительные, если у вас их нету, и вы будете там без работы, это очень-очень-очень плохо, ребята, вот, если у вас там все пошло плохо, дополнительных источников дохода нету, там вы работу не нашли, то есть, невостребованный человек, с филиппинкой у вас не завязались отношения, ну, допустим, ну, с одной, со второй, с третьей попробовали, не захотелось вам, то ли вам что-то не понравилось, то ли им что-то не нравится, вот, придется возвращаться домой, обратно, куда вы приедете, если у вас нет здесь жилья, вот, думайте над этим, естественно, будет очень сложно, если вы там продать жилье, не факт, что получится, сдавать, ну, в общем, это такая хрень, нужно очень серьезно думать над этим, вот, если нет дополнительного источника дохода, это очень, ребята, плохо, дальше, привезти филиппинку сюда, то есть, вам нужно поехать туда, найти какую-то там барышню, и привезти ее сюда к себе, опять же-таки, это очень серьезные затраты, очень серьезные затраты, туда вы едете один, там, какое-то время проживаете, потом собираете ее чемоданы, едете вдвоем уже назад, то есть, ну, за неделю, естественно, это сделать не получится, вам нужно пожить какое-то там время, месяц-два, то может быть и больше, чтобы познакомиться с ней, чтобы узнать ее поближе, вот, ну, хотя, в принципе, если они так жаждут русских ухажера, то она там будет вам во всем потакать, в этом она, ну, это обычный деморежим, мне кажется, у нее будет сидеть, главное, чтобы ее оттуда вывез, и все, а там она уже будет, мне кажется, немножко по-другому себя вести, вот, дальше, привезти, почему они не едут сами в Россию, допустим, знакомятся по интернету, все нормально, там, по скайпу общаются, по интернету, там, как-то по телефону, возможно, вот, ни одна филипинка не поедет за свои деньги к вам, нужно, чтобы ты привез ее, приехал и забрал ее, почему, да, потому что, ну, они же тоже не дуры, да, вот, потому что бабок нету, вот, опять же-таки, это твои расходы, как-то так, ребята, честно сказать, зачем это нужно, ну, возможно, возможно, они немножко будут, у нас женщины какие, они и хотят себе, вот, такого вот, крутого отношения, да, я королева, я богиня, да, еще и хотят, чтобы ее обеспечил, естественно, некоторые мужчины, как альтернативу, выбирают поджениться на филиппинке, вот, но, честно сказать, мне кажется, хрен редки не слаще, то есть, но, хорошо, немножко она будет по кладисте, немножко, ну, какой смысл жить с каким-то биороботом, то есть, ты что ей сказал, то она и делает, то есть, она какая-то домработница, но, в принципе, можно, это нужно какой-то культ семьи в голове держать, культ за вот этой свадьбы, что ли, я не знаю, зачем это нужно, для чего, можно, в принципе, за эти же деньги, вам дешевле обойдется нанимать какую-то, раз в неделю домработницу, и раз в неделю проститутку снимать, для всех своих там дел, зачем человеку нужно, чтобы целыми сутками мелькала, мелькала перед ним какая-то филиппинская задница, ну, я все его знаю, ну, не знаю, мне бы это немножко раздражало, то есть, и меня бы даже раздражало, скорее всего, то, что она во всем со мной соглашается, то есть, да, мой господин, да, мой господин, ну, это что это такое, а, в принципе, вот, я посмотрел эти видюшки, знакомился, она прям сидит, вот, она как будто, около нее потеша какой-то сидит, да, реально, это нужно патриархальным мужчинам, которые хотят, чтобы их слушались, которые хотят быть главой семьи, но, опять же таки, это фиктивная глава семьи, то есть, она реально подстраивается под тебя, зачем это нужно, тут даже не вопрос равноправия, там, или неравноправия, фиг его знает, зачем это нужно, когда человек с тобой во всем соглашается, даже если ты и не прав, вот, как-то так вот, как-то так, пишите комментарии, ребята, что вы думаете вообще по этому поводу, по поводу взятия в жены филиппинок, мне кажется, это накладно, муторно, и вообще незачем, как-то так, ставьте лайк, если вам видео понравилось, подписывайтесь на канал, если вам здесь нравится, всем пока!